Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 54. Он завершает собой группу из четырех псалмов с 51 по 54, которые объединены общим заголовком «Учение Давида». Этот, как и другие псалмы, предполагается, исполнялись при музыкальном сопровождении. Их объединяет также надписание начальнику хора. Ну, о чем мы говорили на предыдущих встречах, вы можете узнать из видеозаписи на портале экзегет.ру или на сайте Московского Срединского монастыря. Трудно определить, что же было исторической основой. для появления этого текста. Древние толковники думали, что здесь речь идет о преследованиях во времена царя Саула. Некоторые говорили о том, что в этом псалме прослеживаются гонения под Авесолома и вероломного Ахитофела. Так или иначе, мы здесь чувствуем идею, что автор псалма все еще проживает в городе, а городом с большой буквы называется Иерусалим. До него уже доходят слухи о восстании, известия о заговоре врагов, и он словно остается один. Враги уже готовы к осаде Иерусалима, уже как звери обходят город кругом. Ему предлагается улететь куда-то на другую сторону, убежать в пустыню, чтобы там сберечься от окружающей опасности. Автор псалма молит Бога погубить, рассеять его врагов. Такое вмешательство Бога необходимо, потому что стали царствовать беззаконие, восстали враги против помазанного Богом царя, произвели возмущение против установленного порядка. Город становится словно днем и ночью в полдень, исполнен всякого рода беззаконий. Но не это страшит автора псалма, и не это доставляет ему наибольшую горечь. Самым болезненным для него является, что тот человек, который был близок к нему, с которым вместе они ходили в Дом Божий и исповедовались друг другу в верности, теперь находится в числе самых злобных врагов. Это мы видим, начиная с 10 стиха, особенно с 16 и далее. В молитве звучит просьба к Богу истребить всех неправедных врагов, поскольку праведник упьет к Богу о своей нужде, поэтому он должен быть услышан. И он верит в то, что, несомненно, Бог дарует псалмопевцу миру, избавит миром, спасет от опасности смерти, угрожающей со стороны многочисленных врагов. Враги же не имеют в себе страха Божия, они ожесточены. В то же время, как наказующая десница Божия простерта над ними, так как они нарушили закон Божий, поэтому пылающий гнев от лица судьи рассеет их за их коварство. В заключение псалмопевец убеждает сам себя к мужеству и надежде на Бога. Ну и снова высказывает уверенность в своем спасении и истреблении врагов. Некоторые толкователи изъясняли данные псаломы в мессианском значении. И в человеке, который ел хлеб с одним столом с автором данного плаченого гимна, предугадывали пророчество об Иуде, который был в числе ближайших учеников, но потом предал спасителя. А в самом восставшем городе предполагали видеть тот самый Иерусалим, который пришел в движение сначала, когда торжественно в него на осленке въехал Иисус, но потом точно так же пришел в движение и как будто бы весь взбунтовался, когда Христа вели на смертную казнь. Рассмотрим детальнее отдельные стихи псалма. Второй, четвертый стихи псалма. «Оказавшись в критической ситуации, Давид взывает, «Услыши, Боже, молитву мою!» Его сердце трепещет от голоса врага. Он стенает свои горости. Его смущает это беззаконие, которое он видит. Как я уже говорил, это очень напоминает на ситуацию предательства близкого соратника Давида, на историю с Авесоломом. Мятежники возводят на Давида беззаконие, и тот жалуется, что они в гневе враждуют против него. Он не пытается им отомстить. Он ищет Бога перед лицом враждующих предателей. Пятый, девятый стихи. «Все существо Давида словно трепещет, сворачивается, сжимается. Внутри его все разбито». Он откровенно говорит о том, что страх, трепет и ужас им овладели, окутали его, покрыли его. Он хотел бы иметь крылья, как у голубя, чтобы улететь и жить в далекой пустыне, чем в суете, в смуте царского дворца. И хотел бы обрести покой и тишину от той бури, которая царит в Иерусалиме в силу заговора мятежников. Десятый, шестнадцатый стихи. «Смотря на грозящую опасность, Давид воззвал Господу, зная, что Господь его спасет». В этом месте у нас создаётся впечатление, что Бог как будто бы восседает на престоле, является правителем над всеми жизненными обстоятельствами. Господь услышит злобные угрозы коварных людей, не имеющих страха Божия, и воздаст им соответствующим образом. Давид обвиняет своего бывшего друга в нарушении союза, в верлоломном преступлении клятвы верности. Уста предателя ранее были мягче масла, и слова нежнее елее, а теперь в сердце вражда. Это подчёркивает всё то лицемерие, всё то притворство, с которым, по всей видимости, бывший друг в последние годы поступал. Обращаясь ко всем тем, кто остался ему верен, Давид призывает их возложить на Господа заботы, и он поддержит их. Когда верующие люди возлагают на Господа свои надежды, он действительно рукой крепкой, мышцы сильной, тесницы высокой, такие библейские образы, употребляются в Священном Писании, возносит, выводит из погибели, из рва и тины. Давид уверен, что в отличие от него Бог низведёт в ров погибели врагов. Возможно, здесь имеется в виду бесславная смерть Авесолома и Ахитофела. Коварные не доживут до половины дней своих, то есть умрут преждевременно. Надо сказать, что в библейском представлении, в представлении людей Ветхого Завета, долгая жизнь – это признак благоволения Божия. А преждевременная смерть была всегда признаком или указанием на порочность жизни человека. То есть если тот или иной гражданин не смог дожить до периода своих внуков, раньше времени ушёл из жизни, значит, с ним что-то не так. Но если же человек дожил до глубокой старости и может на старости лет наслаждаться видением сынов, сыновей своих, то тот человек действительно получил у Бога благое удел. Потому Бог и помазал Давида, что тот был верен ему. Это не означает, что само по себе помазание делает человека таким глубоко верующим. Скорее напротив, если человек верующий, благоговейный, тогда он становится достойным помазания. При поставлении во пресвитера епископ читает такую молитву, молитва со следующими словами. «Благоговейнейшего иподиакона» или «благоговейнейшего диакона» «божественная благодать», «немощная врачующая» и «оскудевающая исполняющая» пророчествует такого-то такого-то во пресвитера». В этой молитве речь идёт о том, что как будто бы не епископ, а сама Божья благодать указывает на благоговейнейшего из избранников, чтобы быть ему пресвитером. В этом случае сейчас в молитве Хератонии прослеживается та идея, что вера первична. И уже административное положение, в том числе и в церковной иерархии, является вторичным. То есть не вера зависит от помазания, а наоборот другая траектория. «На Тебя, Господи, уповаю, буквально к Тебе прилепляюсь, прикрепляюсь». Так в заключении мы можем сказать, что человек собирает порожай с тех семян, которые сам посеял. Если человек сеет предательство, он пожинает гибель, пожинает разрушение и смерть. Если человек сеял добро, то, следовательно, он пожинает радость и благое удел от Бога. Бог поругаем не бывает. Он свят и справедлив. И поэтому верные ему люди всегда могут найти покров и защиту под его десницей. И, следовательно, как вывод, верующие люди не должны мстить за себя, но доверять Богу. «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Нам лишь остается уповать на Него. Спасибо за внимание. «Мне отмщение я воздаме». Спасибо за внимание.